Таиландская юниорская футбольная команда пропала в пещерном комплексе Тхам-Луанг-Нанг-Нон 23 июня 2018 года. 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером. Углубившись в пещеру группа подростков, оказалась заблокирована из-за начавшихся ливневых дождей. Выход наружу и пещерные проходы затопило мутной водой. Дети и тренер оказались в ловушке примерно в 5 километрах от поверхности под толщей горной породы. Пропавших искали спасатели из США, Великобритании и Китая, а также тайландский спецназ из подразделения морских котиков. Всего в спасательной операции задействовано около 2000 человек. Через 9 дней британские дайверы обнаружили группу в 400 метрах от предполагаемого местонахождения. Все дети были живы и не получили травм, хотя оказались истощены многодневным голоданием. После обнаружения пропавших живыми перед спасателями встал вопрос, как эвакуировать их на поверхность. Сезон дождей продолжается в Таиланде несколько месяцев, а значит ждать, пока вода уйдёт из пещер сама можно было неделями. Одним из вариантов было откачивание воды из подземных переходов. Но оказалось, что даже с помощью мощных насосов понижать уровень воды в пещере удаётся только на 1 см в час. Ситуация усугубляет и то, что по прогнозам мусоны вскоре начнут усиливаться, а значит и островок спасения юных футболистов может быть затоплен. Второй вариант спасения – проплыть под водой по пещерным коридорам. Сделать это трудно даже опытным дайверам. Узкие проходы заполнены мутной и грязной водой, течение в пещерах сильное, а дети обессилены после долгой голодовки и не умеют плавать под водой, да ещё и с тяжёлым оборудованием. Времени на раздумье у спасателей было немного, а риски слишком велики. Как сказал один из дайверов. Если мы нырнём сейчас, кто-то, возможно, умрёт. Но если мы не нырнём, умрут все, а мы поплывём собирать 13 тел. После осмотра затопленных туннелей стало понятно, что ребёнку ни за что не преодолеть такой сложный путь в мутной воде. Единственным способом было попробовать усыпить их, надеть кислородные маски с силиконовой прослойкой и позволить опытным дайверам выплыть с ними. Мальчикам вкололи сильное снотворное. Им связали руки за спиной, чтобы они не могли сдвинуть или снять маски, если проснутся. Подобрать маски тоже было проблематично. Ведь маски, закрывающие лицо, выпускаются, как правило, для взрослых. Она должна сидеть плотно, не допускать протечек. Другой сложностью было найти анестезиолога, который был бы и опытным дайвером. Выбор пал на двух австралийцев, доктора Ричарда Харриса и Крейга Чаллина, бывшего ветеринара. Но перед тем, как приступить к работе, они запросили у тайского правительства дипломатическую неприкосновенность. Оба понимали риски. Слишком высока вероятность, что кто-то из мальчишек может погибнуть. Анестезиологи пытались разобраться с дозировкой и комбинацией препаратов для мальчиков. Каждого нужно было усыпить на три часа. В итоге план был такой. Вначале ребёнок получал таблетку успокоительного, затем в ногу кололи кетамин, и он засыпал. Но действие кетамина длится всего час. Поэтому у водолазов с собой были шприцы для дополнительных уколов уже в подводном туннеле. Кроме того, в ногу кололи препарат для уменьшения слюноотделения, пока на лице маска. Узнав некоторые нюансы операции, ребята вели себя очень мужественно. Никто не плакал и не паниковал. Им даже предложили написать записки родителям на случай, если что-то пойдёт не так. И в них не было намёка на уныние. Начало спасательной операции назначили на 8 июля. В пещере с ребятами были доктор Харри и четверо аквалангистов. В нескольких местах в туннеле ждала подмога. Водолазы с дополнительным оборудованием должны были проверять состояние каждого ребёнка, акваланги, и докалывать необходимые препараты. К счастью, план сработал, и за первый день удалось вызволить четверых человек. После спасения мальчиков сразу доставили в больницу. На следующий день всё прошло так же. Но возникла проблема с одним из мальчиков. Он начал просыпаться под водой. Повезло, что это случилось не в самом узком участке. Спасатель вовремя заметил происходящее и сделал дополнительный укол. На третий день дожди усилились и работу пришлось ускорить. Пещера стремительно заполнялась водой, а там всё ещё оставались четверо ребят и тренер их команды. Из-за спешки во время спасения самого старшего мальчика, его ноги запутались в проводе, протянутом через туннель. Водолаз вынужден был прижать его ко дну и разрезать провод. Это ещё раз подтвердило правильность решения усыпить мальчиков. Даже взрослый человек не смог бы остаться спокойным в такой ситуации. Последним спасли самого маленького из ребят. Дело в том, что никак не удавалось найти достаточно маленькую маску для него. В итоге одну подобрали чуть не в последние часы. Но никто не был уверен, подойдёт ли она. Поэтому его вели через туннели особенно осторожно, чтобы случайно не задеть аппарат или саму маску. Снаружи ребят встречала команда врачей и восторженные родители. После спасения из пещеры всех ребят поместили в больницу под пристальное наблюдение врачей. К сожалению, вся операция прошла не без потерь. Трагедия случилась на 13-й день спасательной операции. 38-летний бывший офицер в МЭС Таиланда доставил кислородные баллоны заблокированным школьникам, но сам не смог выбраться на поверхность. На обратном пути на поверхность у бывшего морского котика закончился воздух, и он потерял сознание. Реанимировать водолаза не смогли. По погибшему герою скорбит вся страна. Эта трагедия доказала, насколько сплоченными могут быть люди со всего мира. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы рассказываем о самых интересных фактах со всех уголков Земли.